Неделю назад ребята привезли из Москвы победу в премьер-лиге. Глава региона поздравил команду с заслуженным первым местом. И отметил, что многие кубанцы на них сегодня возлагают большие надежды, ведь в последнее время в высшей лиге из края никто не играл. Чтобы подготовить хороших КВНщиков на Кубани, необходимо создать целую систему, считает Вениамин Кондратьев. Нам сегодня важно, чтобы эта система была создана и она заработала. Ведь объективно у нас много очень талантливой молодежи. И не только в науке, и не только в спорте, и не только в образовании, но и в культуре, в искусстве. Это же первая ступень, по большому счету, у мальчишки и девчонки на сцену через КВН, через клуб веселых и находчивых. Давайте эту ступень с вами дадим. Сегодняшний КВНщик, а завтра великий актер, по большому счету, актер, который может также потом всю свою жизнь прославлять свою малую родину и Кубани. Мы должны начинать играть в КВН в крае. То есть, на самом деле, на уровне колледжей, институтов, высшеучебных заведений, ну и, конечно же, и школ. То есть, вот КВН, это должна быть такая снова добрая традиция, которая, по большому счету, будет объединять не только тех, кто на сцене, но и тех, кто в зале. Это очень важно. КВН должен объединять. Это объединяющий фактор для нашей молодежи. От Краснодарского края в высшей лиге КВН сегодня играют аж две команды. Вместе с командой НАТИ Кубань представляют русская дорога из Армавира. У нас получился рекорд. Такого никогда еще не было за всю историю КВН в крае. Может, ни один регион таким похвастаться не может. У нас сразу две команды КВН играют на первом канале. Одна в премьер-лиге, другая в высшей лиге русская дорога. И та, и другая команда показывают очень хороший результат. У НАТИ вообще получилось просто идеально победить в финале премьер-лиги. Причем, я вам скажу, что ни одна команда за всю историю КВН не побеждала в премьер-лиге. В высшей лиге Кубанская НАТИ выступит уже в новом сезоне. Старт ему будет дан в январе на ежегодном фестивале в Сочи. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.